Приветствую вас. Я полагаю, что ключевой момент здесь в том, чтобы определить, что заставляет вас, наши дружить, с этим человеком, и терпеть от него какие-то вещи негативные. То есть вы для чего-то зачем-то с какой-то целью терпите дружбу с тем, чем человеком, который вам откровенно вредит. Я полагаю, что для этого, вот для того, чтобы ответить вам на вопрос, на вас, нужно понять, что вам нужна дружба. Что вы дружба-то хотите с этим человеком? Знаете? Вот. Это будет самым правильным. И вот, исходя из того, почему вы терпите вот это все от, в общем-то, больного человека, да, больного, именно больного человека, и будет ответом на ваши вопросы. Ага, помимо этого, помимо этого, отдельно можно сказать еще и так, что вас почему-то убивает и пессимизм, и, ну, вообще негатив какой-то, да, вашей подруги. При этом вы знаете, что она больна, что это она не совсем здоровая и не совсем адекватно воспринимает реальность окружающую. Ей, в общем-то, нужна помощь профессиональная медицинская и, возможно, помощь, значит, ну, психиатрическая помощь, а также. Вот. Потому что люди с шизофренией, они, в общем-то, ну, вот по аналогии, по, значит, науке психиатрии, да, это люди, которые, в общем-то, живут фантазией, и свои нереализованные желания, они реализуют именно в виде фантазии. То есть шизофреник – это человек, который живет фантазией. Вот. И зачастую, зачастую лечение, оно, как бы, длительное, безусловно. Но оно связано с тем, что человек просто пытается дать понять, значит, с чем связана его фантазия. Но это, опять же, это касается ее. А если мы говорим про вас, то почему вас это задевает? Именно, именно, именно причина, причина, почему задевает? То есть, я, вопрос, который вы, этот вопрос о том, для чего вы терпите, я уже озвучил, а вот вопрос, зачем вы это терпите, то есть вопрос, почему вас это задевает, он немножко другой. Вот. И, соответственно, его тоже требуется разобраться. И он важен. Для вас и для нас, чтобы мы могли понять, что с вами происходит лучше. Вот. В принципе, я думаю так. И вот уже исходя из этого, исходя из того, что вам нужно, исходя из того, чего вы хотите, исходя из того, в чем вы нуждаетесь, исходя из того, как вы нуждаетесь. Исходя из того, что бы вы могли сделать, чтобы по-другому получать, что вам нужно. Исходя из того, насколько вы уважаете человека, с которым вы дружите. Исходя из того, чего вы для него хотите. То есть считаете ли вы, что он заслуживает того, чтобы вы были с ней только потому, что вам что-то нужно от нее. Исходя из этого, уже можно будет сделать какие-то выводы. Исходя из этого, можно будет уже какие-то решения принимать. Но вы сами определите этот момент. Вы сами его увидите. Если вы сами придете к разумному и верному для себя решению. Потому что все станет понятно. Пока я предлагаю вам взвесить плюсы и минусы. Наши дружбы и не дружбы с ней. То есть вот когда вы с ней дружите, какие плюсы и минусы. И если вы с ней не будете дружить, какие плюсы и какие минусы для вас. Соответственно, пока подумайте на эту тему. Далее, можно разобрать более подробно. Ну, то, что касается вот этих вот моментов. Можно разобрать более подробно. Почему так? Как так происходит? И, соответственно, какие желания здесь вы пытаетесь реализовать. И, соответственно, как можно это желание реализовать иначе, по-другому. Потому что я понимаю, что так дальше жить вы вряд ли сможете. То есть на вас это откровенно негативно влияет. Но поймите, что у того, что это влияет на вас и убивает, как вы говорите, есть причина. У того, почему вы терпите это, тоже есть причина. И у того, почему вы размышляете дружить или не дружить, тоже есть причина. И вот, когда мы эти причины разберём, когда вы эти причины разберёте, тогда вам станет более доступна реальность. То есть вы уже сможете для себя решить, как будет в дальнейшем продвигаться ваше развитие отношений. Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас дополнительные вопросы остались, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.